Что самое страшное уже позади. Артиллерийские обстрелы стихли и жители Дебальцево, пожалуй, впервые за долгое время вышли из своих укрытий. Щурясь от солнца, маленькая Настя как-то совсем по-взрослому объясняет, почему под бомбежки попала и она с мамой, бабушкой, и совсем кроха ее двухмесячная сестра. Дороги закрыты, мы не успели выехать, когда нам в дом попало. Между первым и вторым этажом. Больше месяца они прятались в подвалах. Без света, тепла, еды и воды. В то время как на улицах их города хозяйничали совсем другие люди. Танк выйдет оттуда, туда поедет, бух-бух, все. Я так смотрю, там, там выйду вечерком покурить, а то выйду. Там дом горит, там дом горит, там. Ну минимум два дома горело каждый день. Вот это защитники долбаные. Так что им честь, хвала и на том свете, чтобы все их вспоминали. Первое впечатление – это уже совсем другой город. Не тот, в котором их дети пошли в школу. Вот и от той школы почти ничего не осталось. Не та земля, где они пахали и сеяли. На полях теперь можно увидеть только подбитую военную технику. Местные жители рассказывают. Некоторые солдаты жаловались им, что не хотят выполнять приказы командования. А так называемое плановое отступление со стороны выглядело как бегство. Вот это молоденькие хлопчики, так ничего. Плакались, хочется домой, не хочется воевать. Брошенные блокпосты и на основных дорогах, и на въезде в город. В объектив камеры попали такие вот инструкции. Наиболее распространенные фразы и команды на украинском и английском. Косвенное свидетельство того, что в городе, возможно, воевали иностранные наемники. Сейчас наводится порядок. Происходит окончательная зачистка. В это время уже мирные люди начинают получать гуманитарную помощь. За гуманитарной помощью из России очередь. Эти продуктовые наборы сейчас спасают здесь многих, кто выжил после бомбежек. Сука, подсолнечное масло, консервы дают. У нас доходов сейчас никаких нет. Пока ничего не платится. Большое спасибо за гуманитарку. Дай бог им здоровья. Очень большая помощь. Сейчас ни пенсионеры ничего не получают, ни рабочие. Все разбитое. Запах от полевой кухни ветер разносит по всей округе. Рядом с изрешеченными во время обстрелов зданиями варят кашу. Город разрушен. Процентов на 70. А стекол нет. Фактически процентов на 90. Здесь размещается, по нашим оценкам, от 3 до 5 тысяч человек. Сейчас они только начинают записываться в списки. Мы выдаем гуманитарную помощь. Неподалеку раздают лекарства. Станция скорой помощи тоже разбита. Во время бомбежек в городе работали только два фельдшера. Вывозили раненых, лечили детей, помогали инвалидам. Погибших, конечно, очень много. Лежат в квартирах, в домах, в подвалах. Это будет заниматься все МЧС этим. Раненых больше 300 человек. Боль, потерь, сожженные дома, страх за своих близких. Все это было. Но главное сейчас, как можно скорее оказать помощь тем, кому она больше всего необходима.